всем привет сегодня генеалогических программах если кому нужен сразу срочно ответ на то какую программу лучше рассмотреть в первую очередь сразу отвечаю грампс ссылка внизу в описании тем кому интереснее послушать поподробнее о том какие программы бывают и выбрать какие-то для себя может быть новые критерии открыть и вообще посмотреть что есть на рынке добро пожаловать дальше видео ну начнем все-таки с грампс потому что сейчас у меня в рейтинге она первая рейтинг меняется каждую каждый месяц вот в прошлом месяце он был другой могу сказать что в этой программе есть весь функционал который необходим и новичку и профессионалу есть очень удобные инструменты анализа большого древа 5 от 500 человек и в то же время вносится все абсолютно понятно то есть не нужно какие-то дополнительные инструкции изучать древо можно напечатать через отчеты здесь куча всяких отчетов вот древо предков самое востребованное настройки в этом отчете вполне простые можно оставить вообще все по умолчанию просто не забудьте задать папку вот здесь вот и потом из pdf распечатывайте вот вот немножечко полистаю тут вкладки здесь тестовое древо у меня забито места география источники что классно что мне нравится что эта программа сделает автоматическое сохранение то есть не нужно дополнительно каждое действие сохранять все таки это определенная гарантия того что вы ничего не потеряете и еще нравится мне то что рабочая область организована так что здесь справа можно добавлять и удалять отдельные вкладки и снизу тоже можно задать ряд вкладок которые необходимы вам чаще всего чтобы постоянно не кликать на каждый профиль и не смотреть там какие-то подробности внутри профиля это как минимум а плюс тут есть еще дополнительные функции как возраст на заданную дату это на самом деле очень удобно если вы что-то рассчитываете под определенное событие ну то есть много-много всяких фишек а главное что все это у вас на рабочем столе посмотрели направо смотрели вниз не надо никуда лазить и древо всегда перед глазами еще удобнее конечно работать на двух компьютерах но все-таки это хороший вариант после грамс я бы сказала что чаще всего я пользуюсь гена про 2016 но надо сказать что у нее есть новая версия гена про x как есть она еще не вышла она просто планируется вот в таких пакетах разных есть прайс-лист на эти пакеты но приобрести еще пока ничего нельзя то есть нет никакой даже бета-версии надо ждать пока ждем есть программа 2016 она стоит денег не по подписке а просто разовый платеж но я бы не советовал сейчас ее покупать при том что есть бесплатные грамсы и скоро будет выход гена про x который возможно опередит все остальные генеалогические программы по функционалу и по всяким фишкам я бы сказала что основной плюс эта программа в том что здесь вот есть возможность разнести древо на вкладке по отдельным родам это очень удобно для длительной работы с большими деревьями они переключаются по гиперссылкам то есть никакие вот никакой проблемы не будет единственная проблема в том что древо выглядит непривычно куча вкладок в профиле где можно внести все 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 еще создать дополнительные свои вкладки для программистов тут вообще рай программа была задумана чтобы сохраняться грубо говоря на дискете и на блюрей но я образно конечно выражаюсь то есть она максимально совместима с разными версиями windows и вообще ее внешний вид мало поменялся с 2007 года конечно минус а вот такого внешнего вида в том что и отчеты создаются тоже как бы как почесать левой рукой правое ухо честно говоря с учетом каким-то с не по с учетом необходимости каких-то дополнительных файлов и так далее и в общем ковыряться во всем это можно я ковырялась у меня все время все работало потом перестала работать я уже не стала восстанавливать просто переключилась на другую программу в плане создание отчетов если есть необходимость но как база данных и на про отлично работает и все равно несмотря на нас устаревшую версию ей мало равных для прикола вам скажу что вот есть такие программы еще вот это вот сосиска это на самом деле генеалогическое древо даже не сосиска я не знаю что это это фигня но когда при приближаешь вот здесь видно что соединяется между собой очень удобно красными линиями там все родственники но это не генеалогическая программа в полном смысле этого слова это программа разработанная институтом бесплатно распространяемая для днк исследования я подозреваю не выдавалась подробности но по-моему для днк потому что ни для чего больше она не похоже чтобы была пригодна большие деревья конечно смотрятся в ней очень внушительным а еще из таких же вот программ которые тоже можно скачать бесплатно непонятно на самом деле зачем они но с другой стороны расширяют наше представление о том как выглядит генеалогическое древо это вот зум паст все здесь построено на квадратиках приближайте квадратики увеличиваются потом распадается на еще квадратики очень медитативное зрелище потом все можно собрать в одно такое вот древо для презентации в принципе классная штука для ведения древа я бы сказала тоже не подходит еще из моих любимых программ это my heritage вот сейчас я вам покажу страшную штуку внимание внимание сейчас будет страшная штука вот вот так будет выглядеть ваше древо если вы будете вносить его в одной программе а потом загрузите файл гитком по умолчанию без дополнительных настроек перенесете в другое другую программу и если вы опять-таки программист или вы просто хотите этим заморочиться и сделать там дополнительные настройки все попробуйте совместить у вас совместится ну наверно процентов 90 информации может быть 80 но какую-то часть его обязательно потеряете поэтому чтобы такого не было обратите внимание здесь не только вот кириллица неправильно отображается но еще и порядок тоже съехал может быть вы этого не знаете на самом деле я вижу что здесь порядок съехал и не так все устраивало соответственно чтобы этого избежать нужно работать в одной программе поэтому лучше потратить несколько дней на соображение о том подходит вам эта программа или нет и обязательно учитывайте что в будущем у вас будут другие требования они будут постоянно меняться на самом деле и чем более разработана программа чем больше она продумана чем больше она популярна тем вероятнее что вам не придется из нее потом бежать подняв юбки так сказать вот ну с мохире точно на самом деле никаких претензий к ней это не проблема этой программы это проблема вообще переноса гиткома программа суперская у нее очень классно сделан профиль мне нравится есть возможности для рекомендации кому-то для того чтобы вы расшаривать на фейсбук комментировать добавлять youtube ссылки то есть она очень современная для того чтобы вести древо показывать кому-то это вообще самый лучший вариант из особенных фишек я бы еще сказала что суперски сделана карта новая функция здесь просто не вбита ни одного места положения хотя карты есть во многих программах здесь плюс в том что автоматически определяется местоположение то есть вы вновь вносите текст и если он есть это селение поселение город на современной карте то она определится автоматически вам не нужно вбивать и географические координаты потому что на это обычно не остается времени а карта это классный инструмент анализа древа еще один из разрезов древа в котором можно что-то увидеть для себя новое но работа с источниками тоже круто поставлено можно добавлять pdf ки аудио файлы фото никаких ограничений я рекомендую эту программу единственный минус ее это необходимость подписки потому что она возникает после того как у вас древо разрастается до 250 людей вы уже получается больше людей добавлять не можете вам нужно приходить на план как минимум премиум вот эти вот все фишки по поиску в других деревьях и поиску в записях я считаю не актуальными для россии поэтому особо на них обращать внимание не стоит но так или иначе все равно вот это вот ограничение будет над вами все время висеть и пока вы не купите премиум плюс и не будете платить 8 долларов в месяц единоразовой оплаты здесь нет но если вас это очень пугает то есть еще вот такой вариант геником если вам очень хочется функционал my heritage и при этом вы понимаете что вы останетесь надолго и вы столкнетесь с этим ограничением попробуйте геником эта программа которая создана была отдельно потом я купила my heritage она сделал ее немножко под себя по своей философии то есть не немножечко на самом деле очень даже сильно и вот на примере моего древа вот так это выглядит похуже дизайн совсем плохо с русификацией на мой взгляд вот например как выглядит склонение моей фамилии здесь мужском варианте владимира падевича якушенко ну понятно что якушенко на самом деле не очень удобно это когда это встречается часто и особенно здесь есть еще не приведенные куски какие-то если я делюсь этим древом с родственниками я специально добавила это древо сюда чтобы делиться с родственниками то соответственно мне перед ними за такие склонения не удобно а если они не знают английского за не приведенные куски тоже не очень удобно в целом в остальном геником меня устраивает я в ней древо не веду но если вы ведете древо с родственниками особенно если они у вас за границей я эту программу рекомендую ну и в принципе наверно все есть еще ряд программ если вы о них знаете о каких-то которых я здесь не сказала они вам очень нравятся обязательно пожалуйста напишите в комментариях мне правда интересно потому что генеалогическое по как и любое другое постоянно обновляется постоянно выходят новые версии новые программы и это правда интересно генеалогическая программа это очень хороший помощник когда в голове все запутано сплошная каша какая-то вывлилась на вас куча информации а потом вы начинаете вносить программу открываете ее нам задает вопрос а когда происходило это событие а кто в нем участвовал и отвечая на эти маленькие вопросы вы вдруг понимаете что на самом деле вот эта вот куча информации она очень даже структурирована все раскладывать по полочкам а потом из этого возникает какой-то цельный образ текущей ситуации дальнейших шагов для чего собственно эти программы на мой взгляд и существуют помимо того что они хранят информацию там позволяет распечатывать древо спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока